Анатолия 162 – столетнее здание, которому возвращает исторический облик. Сначала волонтеры проекта по возвращению первоначального облика зданиям вторую жизнь подарили соседу. Сегодня новый старинный объект. Вот эту среду, которая образовывается вокруг таких домов, вокруг таких районов, ее, к сожалению, по-другому не воспроизвести, кроме как не прогулявшись, допустим, здесь не почувствовав самим. То есть эти котики, которые тут бегают между дворами, эти деревья, которые растут, какие-то милые клумбы, которые делают сами жители, по-другому это нигде не видеть, не прочувствовать. Волонтерское движение «Том Сойер» организовал самарский журналист. Довольно быстро к проекту стали присоединяться другие города, сегодня в их числе и Барнаул. Волонтеров у нас пока немного, но постепенно число желающих подарить вторую жизнь памятникам архитектуры становится больше. И добровольцам уже активно помогают спонсоры, которые, к примеру, снабдили активистов столь необходимыми строительными лесами. Помогают последним и жильцы дома. Волонтеры сами предложили, то есть пришли, рассказали историю, потому что до этого уже один дом у нас отреставрировали. Вот на опыте этого, то есть они к нам пришли, предложили, согласны мы или нет. Ну как бы мы согласились. Сговорчивые жильцы – важный критерий, по которому волонтеры отбирают дома для реставрации. Также добровольцы оценивают состояние дома, узнают, не подлежит ли он сносу. Если все хорошо, активисты начинают обновлять фасад здания. Первоначальный вид восстанавливают по фотографиям и другим историческим источникам. Сейчас мы зачистим вот этот старый слой старого дерева, аж каблин. Дальше будем, наверное, красить это дело. Цвет уже подобрали. Потом у нас будут наличники на второй этаж и на первый этаж. И еще в проекте украшения забора, гаража и вот этой придомовой территории. Покраска этот дом ожидает впервые. Она поможет продлить жизнь древесине и сделает улицу ярче, говорят активисты. Но результат, по их словам, не самое важное. Самое интересное то, что в Барнауле есть люди, которые хотят сплотиться и заняться. То есть не только окончание работы, но то, что есть горожане, которые дорожат старым фондом и хотят участвовать. То есть и сам процесс тоже. На реконструкцию этого дома идет полтора месяца. Основной объем работ запланирован на выходные. В будни волонтеры трудятся на основной работе. По их словам, благое дело, хорошая атмосфера и совместные чаепития – это то, что как раз привлекло их к проекту «Том Сойер». Активисты движения намерены преобразить значительную часть домов на Анатолия, особенной улице, где сохранились здания с уникальной деревянной резьбой. И это очень важно сохранить, считают участники фестиваля. Самобытная историческая среда, которая интересна и барнаульцам, и туристам. Анастасия Дороган, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.